Денис Кондратович Здравствуйте. Расскажите, что это за общественное движение и какими задачами вы занимаетесь? Наше движение создано в 2016 году. Создатель движения Ирина Волынец, мать четверых детей, общественный деятель. Наша организация занимается поддержкой материнства детства, семьи. Во всех проявлениях этого области ЖКХ. Наше движение занимается обработкой инициатив общества, семьи. И выведение этих инициатив на уровень государственной власти, законодательной власти, для принятия каких-то решений в помощь семье, матери, ребенку. Расскажите, с какими проблемами вы работаете? Может быть, приведете конкретные примеры? Проблемы? Ну, часто обращаются за консультацией. К примеру, большинство людей не знают, какие льготы им предусмотрены законодательством. Требуется консультация психолога, педагога. Следующий момент. Когда происходит при бракоразводных процессах, один родитель втайне от другого забирает ребенка на свою территорию и не отдает. Здесь мы работаем и с органами опеки, инспекторами ПДН. Смотрим, действительно, законно поступает второй родитель. Мы сейчас формируем ячейку отцов, так как у нас в обществе немножко сложилось такое понимание, что отец – это только источник финансов в семье. Многие матеря высказывают, что с этим что-то нужно делать. Многодетные в основном матери. То, что авторитет отца был потерян со временем. Мы сейчас пытаемся это возрождать. Будем формировать, пытаться совместно с Министерством образования Рязанской области и в других областях создавать советы отцов при школах, чтобы эти отцы участвовали и в попечительских советах, и в советах по разбору каких-то проступков школьников. Потому что все-таки мужчина – это он сказал, его послушали. То есть будем возвращать вот этот авторитет отцу. Что касается запрета гаджетов, давайте проговорим про него. В 2018 году мы выступали с этой инициативой и предложили сделать частичный запрет. Потому что полностью запретить нельзя. Есть дети с ограниченными возможностями, диабетики, которые постоянно родитель должен контролировать. Этого ребенка. Педагогу зачастую и медработнику образовательного учреждения нет возможности осуществлять постоянный контроль. Детей много. Выступили с предложением. Возможно, часть оплачивает бюджет, часть родительские комитеты при образовательных учреждениях. Мест хранения. То есть пришел ребенок в школу, в класс, отдал телефон. Все, в шкафчик положили. Урок закончился. Если хочет на перемене. Да, но не большинство, а часть родителей во мне не разделилась. Пускай ребенок лучше пообщается со сверстниками, а не сидит в соцсетях. Вы говорили, что еще занимаетесь вопросами питания в детских садах и школах. Что здесь обсуждается? Здесь, так как были введены определенные санитарные нормы, и у многих родителей было, скорее всего, неверное толкование этих норм. В нормах говорилось, что ребенок не должен приносить в учебное заведение скоропортящиеся продукты. То есть по факту он может принести яблоко, грушу, какие-то печенья, баранки. То есть сделать перекус. Для того, чтобы, к примеру, разогреть какую-то определенную еду, диабетик или еще что-то, я думаю, что здесь администрация и столовая школа всегда идут навстречу. Готовить там, в принципе, не нужно. Нужно всего лишь разогреть. Все осуществляется под присмотром. То есть родители переживали, что ту еду, которую они дают для особенных детей, ее запретят. Нет, эта норма не запрещает это делать. Ограничиваются именно скоропортящиеся продукты. Так как, в принципе, в столовую привозят свежие продукты, все необходимое есть. Да, есть вопрос, возможно, с малоимущими семьями. Но, насколько я знаю, он сейчас всячески решается, прорабатывается. И поддержка, как бы, вводится в великое обязательное для тех же многодетных и малообеспеченных семей. Это обед. Кроме завтрака, есть еще и обед. Давайте поговорим о школьной форме. Нужен ли какой-то общий стандарт? Ну, в 2014 году в закон образования были внесены изменения. И, скажем так, появилось понимание, в каком виде должен быть ученик в учреждении. То есть, это деловой стиль. Родители на родительском собрании совместно с педагогами добровольно выбирают цветовую гамму. Это темно-синий, черный цвет, темно-серый. То есть, не должно быть вызывающего. Девочки, как, в принципе, в советской школе, сережки не должны носить. Понятно, сарафаны, юбки должны быть чуть ниже колен. Я считаю, что, в принципе, это правильно. Единственное, единственное, если ввести какой-то стандарт, конкретный модель формы, как это было в Советском Союзе, в принципе, все мальчики ходили однотипно. У девочек еще какой-то там выбор, может быть, и был. Ну, я считаю, что этого делать пока не стоит, так как, скорее всего, сначала создается на каком-то отечественном предприятии сама линейка. Оговаривается сам дизайн также и с родителями, учитывая все особенности, потому что дети все разные. Тот же состав формы, много аллергиков у нас. Ну, соответственно, как только решим, да, вот это хорошая идея и хороший дизайн, и все. Мы, да, можем уже что-то на загонательном уровне вводить. Но при этом для определенных семей, я считаю, что нужно будет вводить субсидии, субсидии, чтобы те же многодетные семьи. Вы представляете, три ребенка идет в первый класс. Вот. У нас сейчас распространено то, что там двойняшки, тройняшки рождаются. Вот. Три ребенка нужно обуть, одеть и все собрать. Вот. Таким детям мы сейчас всячески помогаем всякими акциями. Снова в школу. То есть мы с определенными компаниями договариваемся и осуществляем адресную помощь. Адресную помощь многодетным, малоимущим, семьям. Я знаю, что вы сейчас создаете проект «Многодетки на районе». Расскажите о нем. «Многодетки на районе» интересный проект. Чем он интересен? Мы сначала задумывали его как именно поддержка многодетных семей. Многодетных семей. И по большей части тех многодетных семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Ну, к примеру, там один родитель уволили его по каким-то объективным обстоятельствам. Там всякие обстоятельства бывают. Вот. То есть прорабатывая с органами соцзащиты, мы приходим к семье и даем там продукты питания, консервы какие-то, бытовую химию, детские игрушки, сладости. Но все на общественных началах. Никаких денег мы не просим и не даем. Да, бывает, что нужно организовать сбор. Это делается официально. Обращаемся через какой-то фонд. Будем обращаться, так как пока создаем. Проводите ли вы какие-то праздники и мероприятия? Планируем проводить всевозможные форумы. Сейчас расскажу. Были 13-14 числа своей семьей, скажем так, увидели в соцсетях, что Московская область в Шатурском административном округе проводит форум всероссийский. Многодетная Россия. Начали смотреть. Оказалось, что проводят там друзья нашей организации. Это союз общественных организаций многодетных семей. По помощи многодетных семей. Марина Семенова заинтересовались. То есть формат самого форума, когда мы приехали, зарегистрировались, приехали. То есть на всех этапах мы были окружены вниманием. Это волонтеров. Если что-то непонятно, нам сотрудники правоохранительных органов, медработники, сотрудники МЧС, лесники оказывали всяческую поддержку. Семьи селились в палатке. Это был формат туристического слета взят с элементами развлечений, спорта и дискуссионных площадок. То есть форум. Были приглашены спикеры. Это были представители общественной палаты Российской Федерации. Министерство социального развития Российской Федерации. Замминистр был Александр Мерзликин. Это отцы Подмосковья. Вы хотите тоже такие форумы проводить? Да, мы хотим проводить форумы тоже именно в этих форматах. Почему? Потому что здесь идет соприкосновение общественников, государственной власти и обычной семьи. То есть это главное. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин